Слава Богу, дорогие друзья, что вы снова подключаетесь и смотрите, слушаете. У вас есть желание, сердце расположено к этому. Пусть вас Бог благословит сегодня. Хотел бы сказать перед проповедью такое слово, послание, что мы, как верующие, мы призваны жить, действовать, стоять на откровении, на откровении от Бога, на слове. И вы знаете, что у каждого из нас должна быть эта практика в жизни. Как поступать так, как тебе Бог сказал? Вот так и поступай. Скоро будут такие времена, что мы не будем знать вообще, как поступать. Представьте, если ваш пастор пойдет и поставит чип, что вы у него будете спрашивать? Как мне жить, пастор, 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 пастор? Пастор, ты куда? Постой. А он уже с чипом ходит. Не надейтесь на человека. Пастор ведет вас в Слово Божие. Вы чувствуете, он вас ведет, вы идете туда. Но если вы чувствуете что-то не то, что-то не то и серьезно не то, то вам все-таки нужно уже сейчас следовать за Господом. Скажите «Аминь». Сколько людей разбивалось, сколько разочаровывалось людей, просто потому что слепо следовали за человеком. А мы должны следовать за Словом. Потому что Слово есть свет в моей ноге. Это как я иду ночью или еду на машине, лучше так сказать. Я включаю свет. Я не могу ехать без света. Мне нужен свет. И Слово, знаете, получить, это и легко, и нет. Вот бывает так, что когда тебе говорится Слово, когда у тебя все хорошо, ты как бы не взначай, ну, как бы не обращаешь внимания. А когда тебя приперла ситуация, тебе нужно просто решение сейчас. Вдруг нет ничего. Ты не знаешь, как поступать. Потому что тогда невнимательно отнесся. Поэтому давайте сегодня, сегодня, пока еще не все так плохо, наладим свои, отрегулируем рычаги, наладим свои вот эти радиоволны, будем слышать Господа, Господа Святого Духа. Это тоже дорогого стоит. Успокоиться, знаете, от всех информаций. Это так сложно. И просто послушать в тишине Господа, что Он нам будет говорить. Аминь. Проповедь будет называться «Как слушать проповедь». Многие сегодня слушают проповедь невнимательно, так как привыкли ни за что не отвечать. Вы уж извините, что я буду прямым. Соответственно, у нас есть нерешенные вопросы, тупики и так далее и тому подобное. Проповедь призывает нас к ответственности. Всегда. Почему? Потому что Слово Божье, оно не исходит на землю просто так. Оно приходит для цели. Для определенной цели. Воспроизвести. Сказал Бог, и получилось. И сказал Бог, и воспроизвела там земля животных. И сказал Бог верующему, и в его жизни пошли результаты, перемены и тому подобное. Как однажды Иисус сказал, и ты иди и поступай так же. Вопрос, стал ли поступать тот человек, тот законник, как сказал ему Иисус. Помните притчу о добром самарянине? Он уж очень хотел докопаться до истины. А Иисус не против. Он не против, чтобы ты докопался до истины. Вопрос, что ты будешь делать с этой истиной? Будешь ли ты поступать так? Можно говорить об истине. Можно знать истину. Но жить и поступать так, это совсем разные вещи. А цель этой проповеди была, вот когда Иисус проповедовал, да, притчу он рассказывал. Он хотел, чтобы мы поступали так же. Чтобы мы имели милосердие. Чтобы любовь мы больше, превыше превозносили, чем закон. Давайте откроем местописание Луки 8, 18. Знаете, слава Богу, что нам еще Библию не запретили читать. Я вот уже смотрю, некоторые люди там в интернете говорят, что Библия – это такая книга, это кровавая книга. Это кто говорит, что она призывает к миру? Они просто еще не открывали ее. Там этот еврейский бог постоянно кого-то убивает там и так далее. Не понимая вообще, что происходило. Иисус пришел, дорогие друзья, те, кто смотрят, не губить души человека, а спасать. Он назван Спаситель. И все, что Он делал, Он помогал людям, спасал, исцелял. Представь, у тебя нет ни денег, ни работы, еще ты больной. И Он приходит, и тебе помогает. Ничего не забирает. Забирает у тебя просто проклятие. И благословляет твою жизнь так, что ты весь расцветаешь. Как можно назвать это плохим действием? Луки 8, 18. Иисус говорит, в современном переводе будет читать. «Итак, будьте внимательны к тому, как вы слушаете. Потому что у кого есть, тому будет дано еще. И у кого нет, будет отнято и то, что, как ему кажется, он имеет». Вот Иисус так интересно здесь сказал. Очень интересно. Здесь Господь говорит, что через проповедь человек получает обогащение. Он обогащает. Тот, кто имеет, еще будет. То есть тебе нужно иметь, тебе нужно иметь внимание, платформу, на которую Бог тебе, знаешь, вот по адресу, да, вот там сейчас продукты по адресу заказывают, там, знаете, там, с ресторанов, с магазинов. Ну, адрес-то какой у тебя? У тебя должен быть адрес, куда тебе привезти? У тебя есть адрес? У тебя должен быть адрес, ты должен быть зарегистрирован в Божьем Царстве. Бог конкретно должен знать о тебе, что у тебя есть вера для получения чуда и ответа от Него. И здесь Иисус говорит, смотрите, как вы слушаете. А оказывается, больше всего чудес произошло из-за слуха. Если вы увидите, что эта женщина, она услышала об Иисусе, да? Бортимей услышал об Иисусе. Сколько людей, они все слышали об Иисусе, потому что молва о нем расходилась. Вот, что важно, когда мы слушаем проповедь. Внимание наше. И я еще раз повторюсь. Есть фактор человека в проповеди, есть фактор Бога, есть восприятие, например, людей. Что он сегодня нового скажет? Или, Господь, говори ко мне, и я жду от тебя ответ. Я ищу, дай мне зацепь, дай мне намек. Понимаете, Бог может дать вам такой намек, Он может дать вам такой мотив, такое направление, которое благословит всю вашу жизнь и развеет всякие сомнения, всякие страхи уйдут, переживания. Потому что у кого есть, тому дано будет еще. Представьте. Такое, как бы, несправедливое кажется. А у кого нету, будет отнято и то, что, как ему кажется, он имеет. А он и не имеет ничего. Он не ответственен. Поймите, мы должны быть ответственны за то слово, которое мы слышим. Что это значит? Это означает, что мы должны привести его в действие. Мы должны быть послушны. А что это означает? Это не означает, что мы должны просто сидеть и кивать головой. Это означает, что мы должны получить руководство к действию, поступить так, увидеть чудо в своей жизни, увидеть, что это наилучший путь к действию, то, что говорится в слове, то, что проповедуется. Часто человек имеет вопросы к Богу. Мы все их имеем. И через проповедь Бог отвечает. Одно из, как Бог отвечает, это через проповедь. Бог найдет. Если вы искренне и действительно очень сильно нуждаетесь в ответе, Бог найдет, как вас благословить. Но вы должны показать Богу, что вы достойны этого благословения. Вы скажете, ты уверен? Да, я уверен. Я это и имею в виду, что я сейчас говорю. Вы должны показать Богу, что вы достойны того благословения, которое вы хотите. Это означает, что вы благоговеете перед Его словом. Вы цените. Вы верите в Его слово. Вы доверяете. Вы не сомневаетесь. Может быть, вы даже чуть-чуть, чуточку сомневаетесь, но вы все равно действуете в этом направлении. Тогда Бог увидит. Ага. Помните, как десяти прокаженным Он сказал, идите, покажите священнику. И когда они шли, они очистились. Только один оказался достойным. Другие оказались недостойные. И тогда Иисус спросил у него, у этого одного, когда он вернулся, где остальные девять? Где они? Видите, их нету. Это страшно. Это страшно, когда человек получил чудо от Бога, и его нету. Это страшно. Почему? Потому что что-то другое уже интересует. Ты получил, как сказать, восполнение нужды, и все на этом. Но это немножко грубо со стороны человека. Почему бывает так, что человек слушает невнимательно? Бывает так, что человек принимает от человека. Вот я по себе даже скажу. Я иногда смотрю, ну, в интернете думаю, кого послушать, проповедь какую-то. Смотрю там какого-то проповедника, и уже заранее знаю, в кавычках, что он может сказать. Что он, вот этот проповедник, ладно, вот этот, еще что-то может сказать. А что вот этот может мне сказать? И вы знаете, я тогда беру и слушаю его. Я как бы себя воспитываю, что я не должен смотреть на лицо, потому что важно то послание, которое Бог дает ему, вкладывает. И ответ бывает звуалирован. Вы будете слышать ответ на вашу нужду, и вы не поймете, потому что гордость мешает. А смиренным Бог дает благодать. Благодать-то как раз-таки делает невозможное. Человеческие силы никогда не сделают невозможное. Это благодать делает невозможное. Благодать служения Иисуса действовала безгранично. Почему? Он был смирен перед Словом Божьим, перед Отцом. Что Отец говорил, то Он и делал. Часто проповеди нас мотивируют двигаться в вере. Аминь. Но мы поаминькали и забыли. Вот наша проблема. Мы покивали, мы хорошие и верные ученики, но дело все в том, что когда мы выходим, то бури и ветры этого мира развеивают весь, все семена. И они никак не пропитались, они не дали всходы. И нету. Друзья, если мы действительно будем верить, то, что говорится и действовать, это еще означает верить. Если мы будем действовать, это и означает верить, то мы уже будем на другом уровне. Мы будем на другом уровне. Не зря Иисус спросил у учеников, где вера ваша? Знаешь, несправедливо спрашивать у человека, у младенца какого-то, знаете, почему ты не можешь ходить там, если он еще не умеет ходить? Или там, почему ты не можешь это делать? Взять у какого-нибудь юноши, сказать, вот он только взял их к себе в ученики Иисус, он-то уже с Духом Святым, Дух Святой на нем, и вот они в буре, они его будят, спаси нас. А Иисус говорит, успокоил бурю и говорит, а где вера ваша? Знаете, это было справедливо. Это был справедливый вопрос. Почему? Потому что он много раз показывал, как надо действовать. А они, знаете, безответственно, вот так, как многие люди в школе учатся, безответственно, сидят, о своем думают, учительница рассказывает, рассказывает. Я же сам помню, тоже учился в школе. Мне вообще было все равно, что она говорит. Это как бы ей надо. Это не мне надо, это ей надо. И пусть говорит. А я смотрю в окно, что там происходит. И все. И потом учительница спрашивает, вам всем все понятно? Да, да, все понятно. А вообще, не нужно просто, потому что она говорит. И потом оба, экзамен и страх. Надо сдавать экзамен, а ничего не знаешь. После, знаете, поэтому иногда и приходят испытания-то в нашу жизнь, что мы слышим такие послания, мы слышим Слово Божье, я получил откровение. Вы уж не приткнитесь, хорошо? Дьявол действует на основании откровений верующих людей, на основании пророчеств, которые высказывают Божьи люди. Что это значит? Я сейчас повторю. Дьявол – ограниченная личность, сброшенная с третьего неба. Он не знает планов Бога. Он не знает. Но, когда люди пророчествуют Божьи, Дух Бога через них возвещает будущее. И тогда дьявол знает, что истина, а что нет. Потому что через лжепророков, через лжепророков, это же его, лжепророчество – это его пророчество. Своё он сразу видит и отделяет. И если появляется кто-то иной, кто говорит Слово Божье, он это чувствует и знает, и значит, это правда. Значит, так будет действовать. И тогда он подключается, и все силы кидают туда. А верующие слышат «Аминь, аминь!» Пошли по своим делам деньги зарабатывать. Или там капусту есть. Часто проповеди нас мотивируют двигаться в вере. И если мы будем послушны, то мы будем успешны. На Божьей работе, на Божьей ниве мы будем успешны. Знаете, что значит быть успешным? Знаете, что? Это когда придут испытания, а ты дальше стоишь, ты даже не понял, что они пришли. Ты вообще все нормально. Знаешь, бывает, плывешь в корабле, мы теперь уже вспоминаем, о, были времена, мы в кораблях плавали. Плывешь в корабле, там такой ветер, забывая, там волны такие, а ты себе в корабле вообще даже не замечаешь этого. Что? Там такой ветер, вот там, а ты внутри сидишь, у тебя так классно все. В ресторане кушаешь. Вот так. Вот твой успех. Твой успех – это твой Иисус. Твой успех – это когда ты дошел до небес и туда еще людей привел. Вот твой успех. А что успех? Что-то показное. Так его можно свернуть очень быстро. Весь концерт можно свернуть, всех этих актеров распустить, идите домой, все. В чем твой успех? Сейчас так и происходит. Сейчас все рушится. Рушится все. Но те, кто надеются на Господа, те, кто ходят в послушании истине, послушайте, мы много слышим истины. Мы присытились истиной. Нам надо теперь действовать. Действовать истиной. На основании слова. И вы знаете, ни одного нету человека, кто послушался бы Иисуса и оказался неудачником. Лузер. Вот говорит Иисус ухорукому, протяни руку. И он такой, не получается. Не получается. Извини, Иисус, не работает. Не было ни разу такого. Если протяни руку, если он принял решение протянуть, она сразу протягивается. Понимаете? Сразу. Принятое решение к действию. Вот что нам сегодня надо, как в церкви. Другими словами, наше внимание – это платформа для проявления Бога. Если ты внимательно слушаешь проповедь, с тобой заговорит Бог. Ты хочешь такой сюрприз? Ты хочешь, чтобы человек исчез, и ты общаться стал с Богом? Хочешь? Во время собрания. В принципе, мы к этому призваны. Но твое восприятие, как ты воспринимаешь, оно очень важную роль играет. Оно показывает, ты достойен этого благословения или нет. Можешь ли ты выйти с Богом один на один или нет. Или ты смотришь на человека и говоришь. Знаете, на Иисуса говорили, что может доброго прийти из Вифлеем? Нет. Из Назарета, да. Что? Из Назарета, из глуши, из деревни? Что оттуда может вообще нормально прийти? Ладно бы из столицы, ладно бы из университета. Тут из дыры какой-то. Что он может сказать нам? А другие люди и так смотрели на Иисуса. Они смотрели, как на источник жизни. И они получали чудо свое. Они уходили измененными. И те завидовали и не понимали, как? Ну, как ты получила? Как ты получила? Потому что очень хотела. Поэтому ее желание подвигло ее к действию. Все, что нам надо, это действовать на основании откровения. Такой пример. Мы все помним про сотника, который подошел к Иисусу и очень по-быстрому у них все было конкретно. А у римлян было все четко, конкретно. Да, да, нет, нет, все решалось там буквально. Вот так. И он такой, Иисус, буквально там 30 секунд. Больше не займу. Коротко, ясно, четко. Иисус говорит, слушаю. Он говорит, слуга болеет. Он говорит, это самое, хорошо, я приду, помолюсь. Он говорит, не, не надо ходить. Ты скажи слово. У тебя столько, чтобы тебе пойти, ты столько время потеряешь. Ты бы за это время столько людей мог коснуться и исцелить. На меня вообще не надо тратить время. Не надо на меня тратить время. Твое, дорогое время, твое присутствие на земле, так важно для других. Представьте, как он о других еще заботился и думал. Ты скажи слово и иди дальше, действуй. И все, одно слово твое, оно благословит мою жизнь и слуга выздоровья. Вы знаете, Иисус просто обрадовался. Он так возрадовался сердцем, просто взорвался эмоционально. Он сказал, я в Израиле не нашел такой веры, как вот здесь у язычника. И он говорит, иди за это слово, слуга твой здоров. А почему? Потому что он был внимателен. Он очень внимательно смотрел. Очень внимательно смотрел. Он как следователь был. Смотрел, изучал, смотрел, изучал, и он нашел сходство. Сходство в иерархии, в приказах, в отдаче приказов. И я вам скажу, Иисус, может, в одном случае или в каких-то еще, может быть, точно не помню, что-то сделал руками. Вообще он все делал словом. все чудеса, которые вы находите в Новом Завете, в Библии, все было сделано словом. Единственное, руками он плюнул, да, помазал землю, кашицу сделал, потому что из земли был взят человек, намазал ему в глаза, вдавил туда, и из земли вот это выродилось яблоко глазное. Появилось чудо, это чудо творение. Все чудеса он делал словом. Он не потел. Ему не надо было потеть при этом, работать, потому что это сила Святого Духа. Иногда мы думаем, о, с нашей стороны так много надо, а Бог не жертву хочет, а послушание. И смотрите, Иисус сказал, такой веры я нигде не нашел. Друзья, вера, она не приходит от того, что мы слышим просто слово. Как мы слушаем слово? Насколько внимательно Господь, что он говорит? Что он сейчас говорит? Я хочу это понять, я хочу услышать. Ты заговори со мной. И бывает так, что Бог с тобой начинает говорить. И когда Бог начинает с тобой говорить, тебе нужно понять, что он, тебе нужно в это слово поверить. У тебя уже варианта Б нету. У тебя есть только А вариант. Действовать на основании, как он тебе скажет. У тебя нету варианта, когда тебя выводят из Египта, еще задержаться там. Нет, время вышло, тебе пора выходить. И идти без оглядки, выходить, все. и слуга этого сотника был здоров. А Иисус так обрадовался, что у людей есть вера. Есть. Но из-за внимания, невнимания. А почему невнимания? А нам же не сдавать экзамены? Вот если бы это жизненно важно было для нас, мы бы все с переводчиком бы сидели сейчас, каждое слово конспектировали. А то я вижу, например, только некоторые люди еще там записывают себе, записывают себе. Послушайте, пока у нас нет нужды, мы так и будем сидеть и слушать проповедь. Наслаждаться. А что? Пусть что-нибудь там жужжит. Нормально, на фоне так. А я так полежу, все равно классная такая атмосфера здесь, хорошо. Что мне? И если бы это жизненно важно было бы, понимаете, для вас, вы бы конспектировали, вы бы потом промаливали, вы бы спрашивали. И я вам скажу, вы бы были уже давно на другом уровне. Давайте откроем Матфея 13 главу, 11 стих. Он сказал им в ответ, для того, ладно, давайте с 10, даже с 9. Кто имеет уши слышит, да слышит. И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? А он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Бог хочет, чтобы у тебя, у нас сегодня приумножалось, чтобы мы были, имели руководство во всех сферах нашей жизни, чтобы не было этих тупиков. Вы знаете, никого Господь никогда не хочет оставить голодным. У него всегда есть хлеб. И у него всегда есть... Вот смотрите, Иисус, например, кушает с детьми, Он говорит, дети, встаньте, пойдем, пойдем отсюда. Все, твой уровень вышел. Срок годности в этом классе вышел. Все. Он говорит, дети, встаньте, пойдемте отсюда. Идем туда. Идем на гору. Идем на гору. Я покажу вам, что может происходить у вас в молитве. Понимаете, есть разные уровни, а мы такие думаем, вот есть вот эта воскресная пропасть, я приду, послушаю, и все. Нет! Ты отсюда уже уходишь, даже не домой. Ты уходишь на другой уровень. Потому что даже и ты к себе домой пришел, ты уже на другом уровне. Бог с тобой уже начал говорить. Ты вошел в Его измерение, ты находишься с Ним теперь, на Его волне, ты захвачен. И знаешь, как свидетельство, тебе хорошо. Это свидетельство. У тебя будет мир на сердце. Потому что, когда Иисус взял их на гору, тот сказал, хорошо нам здесь. Отлично, супер. Мы никуда отсюда даже двигаться не хотим. Пойми, Господь тебя может туда везти, но тебе нужно быть согласным. Тебе нужно согласиться с Ним. Тебе нужно искать Его и быть послушным. Вот что Он тебе говорит, действуй так. Что бы Он тебе не сказал, сделать. Ты поймешь, что это Он тебе сказал. Ты поймешь, не переживай. Многие думают, а как я пойму, что это точно Бог? Но если Он тебе сказал, бросься под поезд, это, понятно, не Бог. Это дьявол. Или выкинься с окна. Или что-нибудь еще. Это понятно. Это же естественно. Но если Он тебе сказал, подойти к кому-то, что-то сказать, благословить, послужить, поделиться чем-то, то есть Бог тебе что-то хорошее говорит, то, что поднимает других людей, то сделай это. Часто наши вот эти остановки, наши комплексы, они тормозят развитие веры в нашей жизни. Давайте сейчас будем молиться.